Переволновался из-за комментариев в социальных сетях. Как результат проблемы с сердцем, скорая помощь, госпитализация. Напомним, несколько дней назад активисты во главе с Сергеем Николаевичем Ермаковым опубликовали письмо Геннадию Зюганову, где они осуждали действия местных депутатов от КПРФ и Алексея Куриного. В тот же день материал растиражировали местные средства массовой информации. И в интернете начались появляться множественные комментарии, в которых, помимо поддержки, весь совет ветеранов и лично Ермакова облили грязью и оскорблениями. Сергей Николаевич со слов близких друзей всегда чутко относился к подобным мнениям других людей. Сергей Николаевич Ермаков продолжает находиться в нашем лечебном учреждении. Его состояние потребовало консультации сторонних специалистов. Мы приглашали к нему доктора невролога. Определена программа его обследования и лечения. К сожалению, его давление пока остаётся нестабильным. Проблемы с сердцем сохраняются. Данная ситуация вызвала реакцию в разных кругах, начиная от государственных органов и заканчивая сочувствующими гражданами. Действия представителей КПРФ осуждаются разными людьми. Давайте, молодые люди, подумаем о том, что в возрасте нашего председателя Совета ветеранов областного Сергея Николаевича Ермакова ещё занимать такую активную позицию. Не надо говорить, что и писать всякую такую пасквили на человека, который всем своим трудом доказал нас. На всех участках работа сегодня, находясь уже как бы на пенсии, выполняет большие общественные такие нагрузки, выезжает в районы и так далее. За здоровье Сергея Николаевича беспокоятся и переживают близкие ему люди. Людмила Тихонова знает Ермакова много лет. И она, её соседи внимательно следят за состоянием Сергея Николаевича. Сегодня я выходила в храм. Соседи говорят о нём очень хорошо. Я живу на Кирове. Очень хорошо говорят, говорят, что светлый мэр был в то время. Действительно активный светлый мэр. Мы его очень любим, мы желаем здоровья. Очень беспокоюсь за него, потому что вот эти перебои с сердцем, конечно, это, ну, наслушался, насмотрелся. Вот. И я хочу сказать, он очень близко переживает. И переживает даже вот за то, какие отклики, отзывы негативные там по поводу его позиции, которые он имеет по письму там и так далее. Вот я с ним вчера разговаривала утром сегодня. Я надеюсь, всё будет хорошо. Я думаю, что Бог поможет ему выйти из этой ситуации. А беспокоенность высказывают и коллеги Сергея Николаевича. Особый акцент на сложившейся ситуации относительно поведения тех, кто оставлял комментарии. Я против, например, того, чтобы публично кого-то оскорбляли, ругались или не давали слова где-то. Например, каким-то депутатам дают слово, каким-то не дают. Вот. Я противник этого. Если уж мы взялись жить в демократической стране, отношения должны быть демократическими, основанными на каких-то моральных ценностях, которых у нас, к сожалению, не хватает. Поэтому само понятие вот этого нехорошие слова, обзываться там, давать кличи какие-то, Гитлер там выглядит. Вообще, детские лепети, я не хочу даже об этом говорить. Нужно быть человеком самым. Коллеги, близкие друзья и ульяновская общественность желают Сергею Николаевичу скорейшего улучшения здоровья. А мы продолжаем сидеть за развитием ситуации.